Так, господа, короче, тут прежде чем удалить комменты чела, хочется немножко диалоги с отребьем провести. Господи, взрослый человек аимбецил. Ну, тут ладно, короче, блядь, тут вообще похуй. Так, ты нихрена не понимаешь в пении аристократов. Чувак это написал в качестве очевидного рофла. То есть я сделал видос, умеет ли Сергей Сокол петь. Кто-то написал, ты нихрена не понимаешь в пении аристократов. И этот Бивис, подсос Сокола, пишет, согласен, блядь. С чем ты согласен, блядь, чувак, с троллингом? Ну, пиздец, где мозги? Я понимаю, что это рофл, но как-то обидно, когда творчество хорошего исполнителя в таком свете выставляют. Да, реально, извиняюсь перед Шуфутинским, что приделал вечную жизнь срак к его прекрасной песне. Виконт и Льюзький гром. Я даже не помню, честно говоря, этот трек. Какие идиоты, блядь, обсирают норм-контент. Ведь трек реально нормальный. В чем прикол, что вы засираете Сокола? Действительно, вот в чем прикол вообще? Зачем этим всем заниматься? Шикарный певец, великий, блядь, исполнитель. Но это не самое прикольное. То, почему я захотел все-таки записать эту диалоги с Отребием, это вот этот комментарий. Под моей шикарной, легендарной, великой песней, блядский цирк, под клипом, чувак написал. И этот человек обсирает Сокола в его творчестве. Ты себя слышал? Ну, я не знаю, имеет ли смысл комментировать, что даже если песня блядский цирк, ну, пускай допустим, что она посредственная. Нужно ли, ну, сколько нужно вообще, насколько нужно, даже не то, что там вкус, невкус, понятно, на вкус и цвет цифломастеры разные. Насколько нужно глухим наглухо быть человеком, чтобы на полном серьезе Сокола с хэви-металом для вечной жизни срак, с вот этим блеянием, с вот этим всем говном, поставить выше, чем даже блядский цирк Моисея Великанова. То есть, чем, ну, пиздатый, мелодичный, хорошо спетый трек и так далее. Ну, то есть, вообще, насколько надо быть глухим, я не знаю. Мне, честно, вот прям удивительно и потешно было прочитать этот комментарий. И еще раз, народ, одно дело, допустим, я о чем хотел сказать под конец, одно дело вкусовщина. То есть, например, кому-то нравится пауэр-метал, кому-то нравится, допустим, поп-панк. А другое дело, это просто качество. Потому что, если ты, например, как я, достаточно, ну, я не знаю, правильно ли мне себя назвать профессиональным там музыкантом, ну, достаточно такой прошаренный, давайте я так себе назову, музыкант. Если ты хоть что-то понимаешь, то ты понимаешь, что поп-панк, например, ты можешь не любить этот жанр, но ты понимаешь, что есть качественный, хорошо сделанный, или неплохо сделанный, или там норм сделанный. А есть кал, пиздец, просто, ну, лютая хуйня, потому что там ебаные тупые рифмы, плохо спето, плохо, не знаю, там, блядь, сведено, и унылая музыка, скучная и неинтересная. В рамках одного и того же жанра, который тебе либо нравится, либо нет. И я, например, вот я не особо люблю, предположим, black metal, но я могу легко отличить хорошо сделанный black metal от хуйни. Хотя я даже особо не фанат этого жанра. Так вот тут человек ставит, ну, я не знаю, может быть, у него это связано вот просто тупо со вкусовщиной, или просто с обидкой на сокола, но он ставит откровенно хуёвый heavy metal, потому что у сокола проблема не в том, что это, в принципе, другой жанр или что-то, а в том, что в рамках того жанра, в котором сокол работает, это хуйня пиздец. Потому что есть в рамках heavy metal или близких там к этому каких-то жанров, там, я знаю, glam metal, glam rock, ну, вот power metal, да, есть и западные там классные какие-то исполнители, кайфовые, и русские неплохие, в принципе, есть. Ну, то есть я бы, например, пару песен эпидемии, причём далеко не все, потому что, например, всадник изо льда, это тоже косноязычный, унылый абсолютно текст, и, ну, такая песня непримечательная ничем. Ну, допустим, там, пройди свой путь, может быть, без сердца и души, то есть это, в принципе, вот интересные, интересные, там, примеры вот этого жанра. Какие-то песни ария, наверное, да, это, ну, качественный на русском языке, ну, более-менее неплохой на русском языке heavy metal. А есть чёрный кофе, например, и есть Сергей Сокол, это кал. И вот чувак заведомо кал в жанре, в том, ставит выше, чем качественное, ну, не буду тут скромничать, качественное достаточному зло моё. Значит, я это к чему? Тут, вне зависимости от твоего вкуса, ты, ну, типа, если ты реально Сокола, вот, ставишь выше, чем даже не нравящая, если тебе вот такая песня, ну, то, к сожалению, твоя, как это, твоё мнение абсолютно неинтересное никому, кроме тебя, и, собственно, стоит не позориться, и тихонечко куда-нибудь убежать.